привет сегодня мы поговорим про вероятности немножко начнем эту тему соответственно и про то как изображать с помощью диаграмм вены или диаграмм эйлера или иногда их называют кругов эйлера вот соответственно вот такая на сегодня тема поехали начнем с определений значит в теории вероятности будет очень много примеров связанных с азартными играми потому что она изначально из этого все выросло поэтому у меня будут и кубики и соответственно и карты и так далее и там подобное вот начнем с простого простой ситуации значит нас есть эксперимент у эксперимента есть исходы что это значит эксперимент может быть например мы бросили кубик обычный шестигранный кубик у него соответственно исходы это результаты которые вы можете получить это может быть 1 2 3 4 5 или 6 соответственно вот соответствия вероятность которого мы будем там находить это может быть один исход а может быть группа исходов. То есть может быть ситуация, когда нужно найти вероятность того, что на кубике выпала единица, а может быть вероятность того, что результат, который выпал на кубике, четный. То есть тогда нам подойдет и двойка, и четверка, и шестерка. Вот, соответственно, событие может состоять из разного количества исходов. Что такое вероятность? Значит, вероятность, это, Это, соответственно, как часто из всех исходов появляются те, которые приводят к нужному нам событию. Значит, тут я оставляю определение. Значит, вероятность может быть в рамках от 0 до 1. Что это значит? 0 — это невероятно. Например, какова вероятность того, что на шестигранном кубике, стандартном, выпадет число 11? Вероятность 0. А, соответственно, наоборот, 1 — это то, что обязательно произойдет. Например, я могу это сказать так. Итак, какова вероятность того, что на кубике выпадет целое положительное число? Это единица, потому что какой бы результат ни выпал, он будет целым и положительным. Вот, соответственно, в этих рамках будет у нас варьироваться вероятность от 0 до 1. Вторая вещь, которую нужно знать про вероятность, это то, что, соответственно, это на самом деле... Вот я сейчас запишу вероятность события А. Это так записывается. Вот, это, соответственно, M из N. Что такое M, что такое N? N — это общее количество исходов, а M — это то количество исходов, которое благоприятствует вот этому результату А. То есть, если мы ищем вероятность того, что на обычном кубике выпадет единичка, соответственно, у нас всего исходов 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вероятность того, что выпадет единичка — один из шести. В одном случае из шести у нас получается нужный результат. А вот если мы, например, ищем вероятность того, что выпадет четное число, я напишу это Ч и 4, четное число. Вот, соответственно, нам подходит не только один исход, а нам подходит, на самом деле, три исхода — 2, 4 и 6. Соответственно, их три исхода, которые нам подходят для этого события, из шести возможных. То есть вероятность в таком случае — 1, 2. Ну, опять же, если мы это просто упрощаем. Я хочу рассказать про классный метод работы с вероятностями и событиями, значит, чтобы показывать, как они там пересекаются или между собой связаны. Этот метод — это, соответственно, диаграммы Вены, диаграммы Эйлера, иногда называются круги Эйлера. Значит, первая иллюстрация выглядит вот так. В данном случае у нас есть, значит, диаграммы Вена, которые показывают, что у нас есть событие, что это гусь, играющий на пианино, у нас есть событие, что это бобер, играющий на гитаре, а, соответственно, на пересечении у нас есть утконос, который играет, я даже не знаю, как называется этот инструмент. Вот, соответственно, небольшая иллюстрация о том, что у нас на пересечении будет что-то, что подходит и туда, и сюда. Вот, а на самом деле возникает часто вопрос, а чем Эйлер отличается от Вена с точки зрения презентации? Значит, тут есть принципиальная штука. В принципе, они очень похожи, все в целом понятно и так далее, и там подобное. Но, например, если вы, если у вас есть события, которые не пересекаются, например, выпадение на кубики двойки и выпадение на кубики нечетного числа. Да, то есть вот у нас есть одно событие, что выпала двойка, а есть нечетное число. Значит, они не пересекаются, и разница будет следующая. Если вы используете круги Эйлера, то вот это будет вероятность события А, а вот это, соответственно, у нас будет событие Б. Не важно, что они там еще и похожи, ну, типа, в правильном масштабе, но это не так важно. Главное, что мы их просто не пересекли, если мы знаем, что они не пересекаются. С Веном другая история. Вы нарисуете это вот так вот, А и Б, и напишите, что на пересечении у них стоит ноль. В целом все понятно. Более того, иногда вы заранее знаете, да, что они не пересекаются, и поэтому можно их так рисовать. Иногда это ровно то, что вам нужно найти. И поэтому иногда диаграмму Вены просто с нее легче начинать, потому что вы видите, окей, два события, или, например, у меня есть три события, то есть у меня может быть ситуация, когда первые два пересекаются, другие два пересекаются, а еще есть вот это пересечение всех трех. Классно, показали. Даже если что-то из этого ноль, мы просто поставим туда ноль. Еще одна такая же штука, да, это когда, например, одно событие полностью попадает внутрь другого. Да, то есть, например, выпадение события А — это выпадение единицы. Я даже напишу это. А — это единичка, а Б — это, соответственно, нечетное число. Вот. Соответственно, в таком случае, если бы я использовала диаграмму Эйлера, я бы нарисовала, что А полностью включено в Б. Вот это, соответственно, А, а это Б. А если я пытаюсь это же изобразить с помощью Вена, то я, соответственно, это нарисую вот так вот. У меня будет вот это Б, вот это А, но А не существует без Б, поэтому здесь будет нолик. Все. Вот такая разница. Странное определение. Значит, определение нам говорит, два события называются противоположными, если в данном испытании они несовместимы, одно из них обязательно происходит. Очень сложно, нужно еще разобрать, что такое несовместимые события и так далее и тому подобное. Вообще, на самом деле, это все гораздо проще изображается. Значит, первое, что я скажу, что диаграммы Вена можно использовать и для исходов, и для вероятностей. То есть, например, у меня сейчас будет одно единственное событие, которое называется «выпадение нечетного результата на кубике». Я могу записать это как количество исходов из общего количества, соответственно, у меня три исхода, которые мне подходят, которые описывают это событие. Я могу это же записать как вероятность, да, то есть я могу написать это как одна вторая вероятность 50%, значит, у меня выпадает нечетное число. Но я никогда не рисую Кругейлера диаграммы Вена висящими в воздухе, вот так. Я всегда использую противоположные события для того, чтобы описать все, что вообще может происходить. Я всегда буду заключать их вот в такую коробочку. Соответственно, в этой коробочке в случае с вероятностями, общая сумма вероятности должна быть равна единице, в случае с исходами общее число, сумма всех значений, которые я здесь буду записывать, должна быть равна общему количеству исходов возможному. Соответственно, сколько всего исходов? Шесть. Соответственно, у меня есть три исхода, что у меня результат нечетный, и еще три, что он четный. Вот оно, то самое противоположное событие. Соответственно, то же самое здесь. Одна вторая, что у меня результат нечетный, и, соответственно, одна вторая, что результат четный. Вот у меня сумма всех возможных исходов, сумма всех возможных исходов, или, соответственно, вероятность того, что выпадет любой из возможных исходов. Опять же, классная штука, если у вас есть диаграмма, так или иначе именно вот эти вот понятно значение которое у нас есть вне изучаемых событий они нам тоже могут помочь понять сколько всего было исходов или как они между собой соотносятся вот что такое пересечение пересечения это когда оба события происходят да то есть и события и события b как в нашем случае когда у нас было события нечетные числа и события выпадает единицы да одновременно они происходят когда выпадает единица соответственно это называется пересечение двух событий вот тут она у нас находится и соответственно вероятность мы это будем записывать как вероятность того что а пересекается с b вот иногда это еще называется а и b то есть а и b происходят одновременно есть другая штука у нас есть объединение а объединенная то есть вероятность а объединенное с b. Что это значит? Иногда это называется еще или, а или b. То есть нам подходит а или b, или оба варианта одновременно. В данном случае это будет вся вот эта вот площадь. То есть нам подходит и а, и b, и их пересечения. Соответственно, между этими штуками нужно немножко понимать разницу. Дальше происходит более интересная вещь. А именно, как у нас эти штуки связаны с вероятностью а и вероятностью b. И тут возникает первая важная формула, которая есть. Это, соответственно, формула связи между объединением и пересечением. Сейчас я попробую в одной формуле объединить между собой вероятность а, вероятность b, вероятность пересечения и вероятность объединения. Давайте посмотрим на объединение. Значит, у нас есть вероятность а или b. Соответственно, что это такое? Это теоретически вероятность а. Пишу вероятность а. Плюс вероятность b. Но тут возникает одна проблема. Когда мы считали вероятность a, это все, что в этом круге. Когда мы считали вероятность b, это все, что в этом круге. И получилось, что мы пересечение в таком случае посчитали дважды, потому что оно входит и туда, и туда. Поэтому я пишу минус одно пересечение a и b. Вот таким образом мы находим формулу, которая одновременно позволяет нам находить, например, объединение или пересечение, или какую-то из вероятности, если нам даны все остальные параметры. А еще эта штука дает нам два новых определения. Определение следующее. У нас есть несовместные и совместные события. Мы уже один раз с ними встречались. Что такое совместные события? Совместные события — это когда появление одного не исключает появление другого. То есть пересечение не нулевое. А несовместные события — это будут события, у которых просто вот в этом пересечении будет ноль. Иначе я могу это записать как вероятность пересечения равна нулю. Или я могу использовать, например, диаграмму Эйлера и нарисовать это как непересекающиеся кружки. Давайте посмотрим на задачу. Значит, в холле кинотеатра два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,6. Вероятность можно записывать как долю, вероятность можно записывать иногда как проценты. Соответственно, иногда бы было 60% вероятность. Вот, соответственно, что у нас есть за события? Есть два автомата. Событие — это кофе закончился в автомате первом, кофе закончился в автомате втором. Назову их А и Б. Значит, что мне дано? Что вероятность того, что кофе закончился в первом автомате, равняется 0,6 и равняется вероятности того, что кофе закончился во втором автомате, потому что они у нас абсолютно идентичные. Вот, соответственно, дальше. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,32. Что это такое? У нас события совместные. То есть они могут произойти одновременно. Так может случиться, что кофе закончился и там, и там. Печальная история. Как я это запишу? Я это запишу как пересечение, то есть у меня одновременно случилось и А, и Б. То есть вероятность пересечения этих двух событий — это 0,32. Мне нужно найти вероятность того, что к концу дня кофе закончится хотя бы в одном из автоматов. Что такое «хотя бы в одном»? Меня устроит в первом, во втором или в обоих. То есть все эти исходы совершенно подходят к этому событию, вероятность которого я хочу найти. Соответственно, я это запишу следующим образом. Это будет вероятность объединения А или Б или оба. И воспользуюсь той самой формулой, которую мы с вами нашли. То есть это вероятность А плюс вероятность Б минус вероятность пересечения. И просто сюда подставлю значение, которое у меня есть. Это 0,6. Получается, что с 88-процентной вероятностью кофе закончится хотя бы в одном из этих автоматов. Вот такие дела. Еще одна задача. Значит, есть экзамен по алгебре. Школьнику достается один вопрос из разных тем. Вероятность того, что это вопрос на тему квадратного уравнения, это 0,3. Соответственно, пусть будет событие, что достается квадратное уравнение. Соответственно, это будет А. И вероятность события А равняется 0,3. Вероятность того, что это вопрос на тему иррационального уравнения, 0,18. Событие Б, что достается иррациональное уравнение, соответственно, 0,18. Что у нас дальше написано? Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Что это значит? Это значит, что события несовместны, пересечения нет. Или иными словами, я могу написать, что вероятность пересечения двух этих тем равна нулю. Почему это важно? Потому что если мне сейчас нужно найти вероятность, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих тем, хотя бы по одной из этих тем, я по факту буду опять искать вероятность объединения, которая в соответствии с моей формулой, это вероятность А плюс вероятность Б минус вероятность их пересечения. Соответственно, в данном случае вот это вот равно нулю. И в такой ситуации у нас получится, что ответ — это просто нужно сложить 0,3 плюс 0,18, и вероятность того, что попадется хоть одна тема, это, соответственно, 48%. Почему это важно? Потому что на самом деле иногда можно, зная, что вероятность объединения равна сумме вероятностей, выяснить, что вот это равно нулю, и, соответственно, что события несовместные. Вот, поэтому тут важно помнить, как между собой, как использовать это слово «несовместные» или то, что они не происходят одновременно, для того, чтобы, соответственно, какую-то вероятность сразу автоматически находить. Как мы сделали здесь с пересечением, пересечение равно нулю. Последнее определение на сегодня — это независимые события. Независимые события — это такие, у которых, значит, вероятность появления одного не влияет на вероятность появления другого. Значит, что такое независимые события? Событие А — идет дождь, событие Б — на кубике выпала шестерка. Вероятность одного не влияет на вероятность другого, и тут возникает для независимых событий классная формула, с помощью которой мы можем находить пересечения, или наоборот, например, доказывать, что события независимы. А именно для независимых событий, только для них, вероятность пересечения будет равна вероятности первого события, умноженной на вероятность второго события. То есть нам должно, условно, повести дважды, что пошел дождь, и что, соответственно, выпала шестерка, и тогда у нас получается одновременно произошел и дождь, и выпадение шестерки. Вот, соответственно, зависимые события, на самом деле, не чаще происходят. Вот я, например, в событии А пошел дождь, в событии Б я опоздала. Это гораздо более хороший такой жизненный пример. Вот, соответственно, почему они зависимые? Потому что если идет дождь, то вероятность моего опоздания, скорее всего, увеличивается за счет того, что больше пробок, или я стою у выхода из метро и жду, пока дождь успокоится, или просто я вся промокла, разозлилась и не пришла. Ха-ха. Вот, но, соответственно, про независимые события мы еще больше поговорим, когда будем в лекции обсуждать условную вероятность. Вот, и, соответственно, там порешаем задачки на это тоже. Большое спасибо! До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok